здравствуйте уважаемые подписчики канала про цветок сажаем розы осенняя посадка я ольга дуброва сначала надо запастись инструментом вокруг себя все расположить рабочего места значит конечно же лопата хорошая удобная ведро все непременно компоста перепревшего или навоза перепревшего лучше навоза перепревшего потому что розы очень любят органику нету перепревшего навоза то можно взять гранулированный навоз все равно какой коровий конский курячий любой затем необходимо золы ну так с литр золы роговой муки стакан хороший и суперфосфат удобрения которое в своем составе большом количестве содержит много фосфора почему суперфосфат потому что фосфор фосфор нужен нам для хорошего развития корневой системы потому что сажаем и осенью ну и весной когда роза проснется снова же на первых этапах должно идти укрепление формирование корневой системы какой возьмете суперфосфат все равно если просто простой суперфосфат у него порядка 26 процентов фосфора есть там еще бонусами идет кальций и сера что тоже очень полезно а двойной суперфосфат он будет содержать уже около порядка 50 процентов но это так для общего развития если почва понимаете что она кисловатая то можно взять стакан доломитовой муки мы берем залу принципе эффект будет тот же к тому же еще обогатиться другими минералами правда действие очень быстро у доломитовой муки она будет хватит на пару лет своей работы ну и собственно говоря непосредственно сажен цирроз сажен цирроз вот сейчас на процветке успейте добежать и купить то что вам понравится потому что особенно осенью плюсы осенней посадки очень много посадочного материала он не завалявшийся он в хорошей фазе хорошем состоянии почки спят подготовлен ну здесь вот они с открытой корневой системой саженцы они не в контейнере поэтому быстрая посадка должна произойти у нас поэтому быстрая покупка быстрая посадка зайдя на сайт вы там еще у сможете увидеть окраски роз и различные группы их сейчас просто невероятное количество зайдите магазин если не хотите получать кота в мешке и очень долго ждать приходите в магазины которые один на куйбышева другой на кирова находится и срочно покупайте потому что все-таки хоть и осень и магазине другая же температура поэтому пока там ничего не проснулось надо быстренько быстренько бежать и приобретать если вы покупаете где-то в другом месте то помните о том что когда мы покупаем с открытой корневой системы мы сейчас начнем все это быстренько тут разворачиваться то сейчас темнеет кот не помогает а только мягкое положим на лапку сами бы нас кто-нибудь покормил уже кушать хочется до упаковали процветковцы хорошо сделаю вот так осыпается на чем мы хотели ожидать но влажная и это нас радует значит можно когда саженцы с открытой корневой системы и мы видим что вдруг они пересохшие мы не пересохшие так подсушены мы замачиваем каком-нибудь стимуляторе стимуляторе роста это могут быть и пинтом корневин который будет стимулировать эти ростовые процессы иногда еще рекомендуют перед посадкой замочить в растворе медного купороса но мы замачивать будем совершенно в другом биостимулятор роста универсальный чего универсальный потому что тут в составе чего только они не намешали не буду тратить время ну короче всего-всего и она кроме того что будет подпитывать стимулировать ростовые различные процессы корневой системы она будет также укреплять здоровье самих саженцев укреплять здоровье почвы развивать его и хватает его надолго и снова же такой же экономичный его расход 1 к 100 то есть если брать на ведро то мы берем 100 миллилитров на 10 литров воды ты такой помощник ты такой красавец я замачивать не буду значит замачиваем на сколько можно замочить на хотя бы на час можно замочить в зависимости состояния на часа три иногда забрасывают и на дольше если понимают что вот совершенно саженец плохо так давайте дальше на него посмотрим вот я значит осыпаю осыпаю ну паковали паковали подвернули поэтому смотрим смотрим побеги победы в порядке резинку удаляем сорт румба этикеточку оставляем прививка в порядке побеги и зеленые лишнего больного ничего нету ну когда мы в другом месте где-то смотрим ну правда вот можно здесь немножко вот это подрезать потому что он почерневший убираем смотрим верхнюю часть то есть побеги удаляем все то что поврежденное надломанное пораженное удаляем если вдруг мы видим нету тургора а сморщенные стебли это не про этот саженец переходим корневой системе и конечно же вот эти вот такие корешочки мы будем удалять потому что они уже подогнутые и для того чтобы простимулировать дальнейший рост мы вот так вот все это удалим хотелось бы мне его конечно замочить это было бы очень правильно вот эту всю махру мы уберем потому что я вижу что она подсушилась как ни крути и она умрет почве можно и не обрезать было бы но они будут там подгнивать возможно появятся какие-то дополнительные источники инфекции а может и не появится здесь мне нравится больше здесь он в таком состоянии достаточно влажно еще торф потряхаем он пригодится нам при росте побеги в принципе в порядке прививка в порядке лишнее мы убираем здесь с ним обошлись немножко пожестче уже основной корень стержневой удален все эти махрушечки и вот это мы убираем потому что она жить не будет все приготовились внимание на старт где мой кот землекоп ну вот я так и знала как работать так только за ушами чесать какая нужна яма для розы мыши и сажаем надолго поэтому когда мы так вот ямочку выкопали и воткнули это даже я еще большую выкопала если вот такая ямка ему туда в щелочку впихнули все это все равно как выращивать розу в горшке не будет развиваться корневая система она будет упираться и жить столько вот в этом пространстве поэтому мы готовим с прицелом на будущее так вот я не примочила ну давайте я хоть вот так вот присыплю чтобы они не подсыхали хоть и влажно плюсы осенней посадки еще в чем в почве достаточно влаги воздух влажный температура почвы замечательная температура воздуха еще хорошая поэтому это вот основные плюсы и роза посаженная вовремя за недели три-четыре до заморозков она успевает укорениться и войти в зиму вполне себе спокойно и подготовлены а весной и остается только распускаться если мы сажаем весной то там проблемы то не полил то очень жарко то еще там что-то может происходить и поэтому весной гораздо труднее розам переживаться а так наши саженцы уже и к лету они уже и зацветут единственное что не стоит сажать когда земля уже мерзлая и не стоит сажать когда земля перенасыщена влагой просто квакает возможно я когда-то рассказывала про мокрую посадку когда мы выкапываем лунку наливаем туда ведро воды со всякими всякими там вкусностями это не про осень потому что будет загнивание яма должна быть диаметром сантиметров это 50 и глубиной и так сантиметров 40 если вдруг у кого-то близко залегают грунтовые воды придется делать дренаж дренаж может быть из песка избитого кирпича из керамзита любой материал который будет препятствовать застою влаги так сейчас я в эту яму заскочу и померяю вот так надо еще сантиметров еще нету 40 надо еще сантиметров так 10 подкопать так готова теперь берем супер фосфат гранулированный он бывает иногда виде порошка это гранулированный посыпаем наши кучи посыпаем посыпали сколько его брать ну где-то на яму такую диаметром 50 тут еще допустим так будет 50 50 на 40 на 50 допустим это где-то почти стакан теперь берем залу залу почему я так посыпаю чтобы мне потом все это перемешать роговая мука это органическое тоже удобрение долго играющие и своем составе содержит всякие полезности которые будут очень долго работать и очень будут хорошо способствовать росту розы то что туда попало перемешаем перемешали перемешиваем нашу выкопанную землю если очень тяжелая почва можно внести торф так и на дно мы отправляем наш навозик засыпаем яму нашей чудесной смеси их так я уже потерял где середина оп 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 распределяем наши корни корни нашей розы они должны ни в коем случае не не быть подогнутыми то есть мы там уже все хорошо подготовили и располагаем так чтобы маленькая щелка так чтобы прививка оказалась на 5 сантиметров ниже уровня почвы вот наша прививка значит мы должны загубить таким образом ну вот наш уровень почвы так отправляем расправляем все корешочки не получится это еще углубиться так на чистый навоз мы не будем хоть он и перепревший сделаем так расправили расправили опа смотрим уровень почвы теперь то что надо так смотрим вот наша яма примерно здесь так как земля наша была рыхлая мы уплотнять начинаем от краев это важно для того чтобы заполнились все пустоты и продвигаемся ближе к основанию кустика пришли после этого можно пролить и даже нужно пролить когда осадков нету осадки сегодня были осадки будут завтра поэтому нечего тут переувлажнять вот так вот мы сделали посадочку кто-то любит и я иногда люблю делать вот такую вот вороночку и тут чтобы потом влага но зимой тут это не столь важно просто вот обозначим чтобы понятно было здесь у нас роза а затем мы ее окучим не прямо сейчас не во время посадки а после того как наступят отрицательные температуры как я вам рассказывала что после того как будет минус 4 минус 5 мы только после этого делаем окучивание это может быть сухой торф это может быть родная земелька то есть мы засыпем сантиметров 20 вокруг высота чтобы было чтобы там сохранялось тепло и как можно дольше растение могло проводить свои ростовые подземные процессы сверху можно укрыть лапником можно укрыть нетканым материалом притаптывать теперь уже не надо пусть она дышит и зимует с успехом роза посажена надеюсь весной мы понаблюдаем как она отросла и как она зацветет спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал до новых встреч